Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Долго ли, коротко ли, друзья, 14 часов 4 минуты московское время, мы добрались до пятничной программы «Лучшее в стране». В эфирной студии Роман Шахов, Юлия Егорова и наши сегодняшние гости, у которой за плечами более 300 непростых дел в сфере адвокатуры. Дорогие друзья, Виктория Данильченко. Здравствуйте. Ваши аплодисменты. Здравствуйте, Виктория. Прилетела к нам из Америки в блестящих ботинках. Очень красивая. Красивая, модная, нарядная, на энергии вся. Что делали, Виктория, в Америке? Вы знаете, принимала участие в конференции, которая была посвящена семейному праву, коммерческому праву, миграционному праву. В общем, вся такая прямо вот оттуда, вся из бизнеса приехала. Вот прямо к вам по семейному праву. Да, очень все интересно. Американские адвокаты, оказывается, меня так знают, что прямо спрашивают, а знаете ли вы, а кто вот, а как это вы, да что вы, да я же вам проиграла четыре дела. А я говорю, ну это же всегда приятно. Она говорит, да, безусловно, так я не думала, что это вы. Я говорю, вот это я. И после этого коллеге очень приятно было отвечать на вопросы коллегам вместо американского партнера. И это чудесно совершенно. То есть получается, что мы не просто мы, вы, наши российские адвокаты на уровне с американцами, а как бы уже даже... А уже просто как бы, понимаете, они прям вот так вот говорят, хоть я и не была в блестящих ботинках, но говорят, слушайте, ну это вы, да, ну так здорово. Виктория, ну а вообще юридическое образование, как в нашей стране, на уровне? Вы знаете, я считаю, что оно безусловно на уровне, само по себе образование, если мы говорим о классическом такой форме образования, если мы говорим с вами о таких серьезных учебных заведениях, таких как университет, там, не знаю, МГУА, безусловно, это Кутафинская академия, это, наверное, не могу пройти мимо кафедры, мимо, простите, факультета международного права МГИМО, где я тоже преподаю. Видите, еще и туда время хватает. Не только на американцев, да, не только на наши родные суды. Ну просто раньше поступали, вот сейчас так же активно поступает на УРФАК, потому что раньше считалось, поступил на УРФАК, все, жизнь удалась. Вы знаете, сейчас не могу сказать, вот прямо сейчас, да, но могу сказать одно, что, конечно, был период, этот переизбыток, это было просто невозможно. Я помню, вот еще лет 10-15 назад, 10, наверное, да, где-то, это просто был бум какой-то. Слушайте, вопрос даже не в буме, а вопрос в другом, что когда у тебя институт легкой промышленности открывает факультет юридический, я ни в коем случае не хочу обидеть, наверное, своя область, она там возможна, но когда к тебе приходит специалист вот из такого рода институтов... Легонькой промышленности. Легонькой такой, да, промышленности. Вот это, правда, вот не хотелось бы. Вы знаете, нас слушает огромное количество, Виктория, и молодежи, людей, детей еще, подростков, которые будут поступать в вузы. Вот какой можно дать им сейчас совет, да, особенно вот детям, которые собираются на УРФАК поступать? То есть если это юридический факультет, то это непременно все-таки профильный... Однозначно совершенно. Это профильный вуз или это вуз с какой-то историей, где котируется, ценится юридический факультет. То есть если это ПЕТ с ЮРФАКом, то это как бы... Ну все-таки я бы, да, я бы задумалась. А когда это все-таки направленность, либо это как... Почему я сказала, например, про университет? Потому что там много факультетов, но исторически известный юридический факультет. И, конечно, он хороший. Конечно, там кадры прекрасные работают, безусловно. Да, то есть нужно... Но поступать надо. Знаете, я, скажем так, захотела поступать на юридический факультет, наверное, класса с третьего. Ух ты, ничего себе. Только я хотела быть следователем. Да, вы же мечтали... Господи, господи, прямо пронесло. Сыщиком следователем. Если честно. Вот на самом деле интересно узнать, как вас... Про Ширлока Холмса все, наверное, прочитали. Слушайте, ну, мол, наша страна осталась без такого сыщика. Это, как ее, кибрид. Зина, Зина, Зинуля. Да-да-да, знатоким. Которые следствия ведут знатоки. Совершенно верно. Вот, вот прям, знаете, не столько Ширлок Холмс, сколько вот эти ребята просто вот, они зажгли во мне, что надо. А в детстве от маленькой Вики было не скрыться, да? То есть все... О, не, вообще просто. Я знала все. Где, что, как, что. Я думаю, что это качество по жизни, это пригождает. Друзья, что еще интересного знает Вика, мы узнаем чуть позже. Пока же у нас музыкальная страничка. Оставайтесь в компании Страна.ФМ. Виктория Данильченко в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Виктория занимается адвокатским правом. Мы хотим спросить у Виктории, что чаще всего приходится, вот над чем работаете? Вы знаете, ну, наверное, я не покривлю душой, если скажу вам, что самое частое это дети. Это дети, которых... Делят. Угу. Прям так. Слово нехорошее, конечно. Если нехорошее, да, друг у дружки отнимают родители. Скажите, пожалуйста, Виктория, вот сейчас на всех телеканалах, да, бесконечно обсуждают эти и звездные разводы, и не звездные. Кто кого украл, кто кого что... Почему в последние, сколько, я не знаю, 5-10 лет это такой бич, это тренд, откуда это взялось? Где мы это подсмотрели, что наши, что начали друг у друга детей забирать? Вы знаете, сложно, наверное, так сказать, как-то, ну, в общем, общество-то на месте не стоит, при всем при том развивается все, но, наверное, развивается и такое отношение друг к другу, что как бы тебя... Ведь, понимаете, на самом деле, что такое вот забрал, украл, я не люблю слово украл, ну, потому что нет у нас в законе понятия слова украл. Когда кто-то из родителей забирает ребенка, ну, что это такое вот по большому счету? Ну, вы считаете, правда, ему нужен ребенок? А что на самом деле движет этим человеком? Ну, что, ну, месть, а ты мне, а я тебе женщина обойма. Конечно, конечно, конечно. Нет, бывают случаи, когда, ну, безусловно, какая-то прям вот история-история, как говорится. Слушайте, ну, вот в 70-х, там, в 80-х не было же такого. Слушайте, может, мы с вами не знали? Так, кстати, вопрос. Вот, к вопросу о. Может, мы не знали? Вика, а кто чаще вот этим решит? Кто чаще забирает, скажем так? Вы знаете, на самом деле, вот если раньше, конечно, безусловно, это относилось к людям состоятельным, богатым людям, которые, так сказать, пытались таким образом друг на друга воздействовать, там, да, то сегодня это абсолютно принято в любом, в любой социальной среде. Ужасное слово, но мне кажется, что сейчас это даже модно. Вот люди решили развестись так, что будем делать с ребенком, то есть, вот как бы... Ну, слушайте, я вам даже другое скажу, что люди приходят уже с тем самым вопросом, а что с ребенком-то как-то надо там, да, спрятаться, там, или еще что-то. То есть, они уже начитанные, они не идут к тебе, как раньше, там, а скажите, они уже все знают. Ну, во-первых, мы сейчас поузнавали, что в Европе есть такая практика, тоже слышала. Не, а Европа другое. Знаете, почему? Потому что в Европе украл, так украл. А в Европе как это? В Европе что значит украсть ребенка? В прямом смысле то и значит украсть ребенка. То есть, у них есть за это ответственность, и эта ответственность уголовная. У нас такой ответственности нет. У нас похищение ребенка... То есть, по сути, вот те же самые, ладно, и мама, и папа, которые забирают у супруга, бывшего супруга ребенка, они понимают, что им за это ничего не будет. Или что-то будет. Понимаете, в чем дело? Вот тоже такой вопрос. На уровне, пока у нас нету с вами решения суда, не получено, что ребенок должен быть там с мамой или с папой. Ну, кому что может быть, если у нас по закону права родителей одинаковые? Одинаково. Этим и апеллируют. Конечно. А когда ты уже имеешь решение суда, что ребенок должен проживать с тобой, а ты его, как мы с вами говорим, украл, или там не отдал, или ты там еще что-то, ну, здесь возникает некая ответственность. Но опять, какая ответственность? Давайте будем честны. Хотя, с другой стороны, в общем, мы присоединились к конвенции по похищению детей, так что просто... Да. А больше мужчины забирают или женщины? А по-разному. А вы работаете с кем? А я больше работаю с мужчинами. Интересно, это так как-то исторически сложилось или это осознанный выбор мужчин поддерживать? Это исторически сложилось, наверное. Особого выбора нет. Просто, понимаете, я в своей профессии люблю думать, много думать и помогать, когда тебе есть чем помочь. Когда тебе не просто, в общем, сопроводить в суд, а когда тебе есть чем помочь. И, конечно, к мужчинам это сделать тяжелее, сложнее, но поэтому, наверное, и морально приятнее, когда ты получаешь хороший результат. Да, вот в суде, когда ты занимаешь правильную позицию, когда ты видишь папу и понимаешь, кто такая мама в данном случае. А мам бывают разные тоже. Обычно, правда, эти обиженные папы обрисовывают этих мам так, что там просто какой-то монстр клыкастый сидит. Ну, знаешь, по-разному. Слушайте, это по-разному. Вот я только хотела сказать, и папы обрисовывают, и мамы обрисовывают не хуже. Поэтому, знаете, и в синяках приходят, и еще что-то к ней делают. При этом ты прекрасно знаешь, что папы там даже рядом нет. Ну, вот. А приходят и вот с разными справками и так далее. Придумывают же, что папы там чуть ли не извращенцы и такие разные бывают. Вот это тоже любимая тема. Это сейчас, да, обсудим. Дорогие папы, вы сейчас можете немножко отдохнуть. Вдохнуть. Следующая песня у нас для мам в эфире «Страна ФМ». Друзья, продолжается пятничная программа «Лучшие в стране». Мы сегодня говорим про интересные, серьезные вещи. Да, мы затронули сейчас бич последнего времени. Это раздел не имущества, к сожалению, а детей. Вы знаете, а вот понятно, что у вас миллион историй. И у вас есть, наверное, уже какие-то, может быть, общие, там, стандартные рекомендации для людей, которые решили разводиться. Вот что сделать, как себя остановить. Я точно могу вам сказать, что самое первое, что вот если мы говорим совсем серьезно, то, наверное, это достичь мира любой ценой. Я стараюсь сейчас, наверное, в последних делах, крайне редко, когда мне прям приходилось выходить в процессы и добиваться успеха, или разные ситуации бывают. Я стараюсь, кроме шуток, все сводить к миру. Вот я, как бы это ни было, тяжело. А это тяжело. Надо же найти этот компромисс обязательно. Ну и что? Вот надо его найти. И это все равно будет хорошо, это будет лучше. Чтобы вы не делили имущество, к сожалению, детей, там, или еще что-то, вы никогда не будете довольны на 100%. В общем, лучше плохой мир, чем самая хорошая добрая ссора. Абсолютно. Ну, просто, конечно, сложно говорить про мир, когда сейчас вот вокруг нас эти истории с разводами, как он забрал у нее все до последней вилки. А она сказала, а он педофил. Она сказала, а он педофил. А он педофил. А он еще что-то придумал, а потом она. И остановиться сложно. Что вы делаете? Есть такая практика и процедура, чтобы... Есть два ведра холодной воды, вы обоих обливаете и потом с ними разговариваете. Да, чтобы обоих вызвать в кабинет. Знаете, есть такое понятие, как медиация, да? Да, да, да. И помимо того, что это модное слово, оно помимо, так сказать, самого значения, оно на самом деле действует. Я, когда его перебью вас коротко, первый раз его где-то услышала, потому что это медитация. И я все время говорю, ну это же медитация, медитация, медитация. А он нет. 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 Работать. И на самом деле, знаете, это действительно вдруг начинает действовать. То ли их остановить никто не может, то ли они уже настолько заигрались вот в этой своей борьбе, войне, ненависти друг к другу, что уже все, уже дальше тормозов они не видят. Шоры просто уже. А ты в этой ситуации говоришь, дорогие, давайте-ка поговорим. А вначале смотришь, конечно, на другого адвоката. Если там вменяемый человек, а все-таки хочется верить, что у нас адвокаты по большей части вменяемые люди, говоришь, ну а вам-то это зачем? Ну давайте попробуем. Ну давайте попробуем. И у меня, между прочим, помимо этого опыта, что мы там хорошо выходим на мировое, знаете, сколько я семей сохранила? Сколько? Ну, я вам скажу так. Три-четыре семьи абсолютно точно, а это очень много. То есть сохранили и не дали им разообщись. Вот как раз только об этом хотел спросить, бывает ли на вот после этих ваших медиаций, медитаций, такие истории? То есть люди, получается, за столом перемирия все это осуждают? Они не за столом, конечно, это не происходит. Ну дайте друг другу руку. Ну слушайте, ну мы же нормальные люди при всем, при том я понимаю, что если они вчера плевали друг другу там в лицо, то сейчас вряд ли они друг другу руку дадут. Педофилами обзывали, да. Но вот какие-то ты находишь слова и делаешь все возможное для того, что твои мировые вот эти вот обсуждения, они не одного дня, сегодня, завтра, послезавтра, а потом лучше, может быть, вы все-таки вдвоем пойдете там куда-нибудь в кафе, посидите, о чем-то договоритесь, вы вот поговорите, и вот так смотришь, смотришь, хоп, вы знаете, а мы отовсюду отозвали иски. Виктория. Вот это самое большое счастье. В ресторан потом не ходите все вместе? Смотрите, если, например, сейчас нас смотрят, слушают люди, у которых не все благополучно в семье, и мы говорим о простой семье, а не какая-нибудь там суперобеспеченная семья, что вы посоветуете, куда звонить, где посмотреть на каком-то сайте, как поступить? Ну люди понимают, что вот они на пороге кризиса. Вы имеете в виду, куда звонить, что вы имеете в виду? Ну вот с кем пообщаться? С адвокатом? Ну вот с адвокатом, конечно, однозначно совершенно пообщаться с адвокатом нужно, обязательно нужно. И не надо доводить до, знаете, вот прям я честно скажу, до человеческого идиотизма, когда у тебя уже рухнуло практически все, ты вот все делал не так, не так, не так, и в последний момент ты думаешь, ну ладно, пойду я к адвокату. Ну, адвокат не фокусник и не волшебник, он не поможет тебе, ну вот так, что прям хоп, и ты получил, чего захотел. А когда ты сначала, ну даже есть у тебя мысль в голове, все, достало, хочу разводиться, хочу там, я не знаю, уехать, хочу делиться. Да все, что угодно, иди, поговори, пообщайся с умным человеком, он тебе расскажет, что делать надо и надо ли, да, в твоем конкретном, в твоем случае. Нет, наш человек будет вариться в своей собственной кастрюльке до последнего. Наш человек откроет наши с вами любимые соцсети и скажет, опа-на, а у нее-то как, а у этой-то как. Дом, оттяпала? Да, все может, все может. И я хочу. А вот тут-то, понимаете, проблемно немножечко. Вот поэтому, конечно, ну как к врачу, адвокат и врач, с одной тоже. Психологическое образование должно быть у адвоката? Как вам сказать, жизнь тебя заставляет быть психологом. То есть, например, вот столько лет я занимаюсь детской темой, ну было бы странно, если бы я не разбиралась в психологии ребенка. Но это было бы очень странно, понимаете? Я даю какие-то советы, а я не знаю, как это ребенок перенесет. Да, там, например, у меня стоит вопрос о лишении кого-то там родительских прав, там, мамы или папы. И я не знаю, как у меня ребенок, какие показания в суде будет давать, и нужны ли его показания. Ну а кто эти вопросы будет решать? Иван Петрович, который психолог, который один раз увидит ребенка? Ну, конечно, нет. Нет, все должно быть в комплексе. Друзья, вот у нас в комплексе разговоры и хорошая музыка. Без промедления мы к ней переходим. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Адвокат Виктория Данильченко в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Мы говорим о разных вещах, которые волнуют, скорее всего, слушателей и зрителей страны ФМ. Да, ух, сложная тема сегодня поднимаем. Все-таки вот не могу не спросить, если люди не примирились на медиации, и все-таки у них есть какие-то взаимные претензии по воспитанию ребенка и так далее. Какие существуют идеальные схемы, чтобы ребенок полноценно развивался, было и с мамой, и с папой? Ну, как бы вот... Существуют ли они? На самом деле, конечно, существует, вопрос другой, что почему-то у нас принято, и в основном это принято среди, кстати, психологов, когда говорят, что хорошо бы, если бы ребенок 50 на 50, 50% жил с папой, и 50% жил с мамой. Самая популярная тема, да. Я противник этого, я вам сразу хочу сказать. Противник опять не с позиции папы или мамы, ни в коем случае, а с позиции самого ребенка. Его психика. Понимаете, у ребенка должен быть дом, стабильный дом, где ему хорошо, где он чувствует себя в полной безопасности. Поэтому, пожалуйста, это может быть ежедневные встречи, это могут быть какие-нибудь там совместные культмассовые походы, все что угодно, но только это должен быть дом. Подождите, она это вам скажет папа нервный или нервная мама, что одинаковые права, и почему дом у мамы, и он и у папы. Конечно. Некоторые папы могут вам сказать, я сделаю такой же дом у себя дома, у меня будет два рюкзака, две школьные формы, два письменных стола, ну и так далее. Все верно. Только проблема заключается в том, что опять мы говорим о родительском эгоизме, да, потому что кто бы из них что бы ни сказал, это, дорогие родители, вопрос к вам лично, да, это ваш эгоизм. Эгоизм. Ну, уступите кто-то кому-то. Я не говорю о том, что ребенок не может поехать там к папе или к маме там с пятницы по воскресенью. А на каникулы летние? Конечно, пожалуйста, летние каникулы, весенние каникулы, осенние, зимние, да их полно. Потом существует же, когда мы составляем мировое соглашение, или мы составляем просто соглашение о порядке общения. Ну, у нотариуса подписывается оно, да, да. Мы же, пожалуйста, ты там прописываешь, сколько ребенок видится. А иногда бывает, что, пожалуйста, ни один из родителей не возражает, говорит, да видите, ты сколько хочешь. Наоборот, пусть ребенок так и живет. И знаю я тоже достаточное количество людей. Каков процент вот таких семей? Которые правильно подходят. Правильно, именно разумно. Ну, процентов 10, наверное. Ну, маленький, конечно. Очень-очень. А вы знаете, мне кажется, это еще от безграмотности нашего населения идет. Потому что люди думают, что если хочется там как-то делить ребенка, простите за это слово, то это вот только какими-то такими ужасными методами. Не все знают, что можно пойти к нотариусу с тем же адвокатом, подписать вот такое соглашение, как вы его назвали, правильный мировой, о порядке общения. Да, что это не суд там ни в коем образе, правильно? Это не нужно будет ходить ни на какие там заседания, ничего делать. Просто у нотариуса записать и все. Это нормальная цивилизация, понимаете? Цивилизованное отношение. Точно так же, как заключи брачный договор. И, собственно, не надо потом делить имущество. А брачным договором вы тоже занимаетесь? Конечно. Часто ли заключаются? Вы знаете, в последнее время много. Особенно это касается, конечно, людей, которые, ну, уже чего-то достигли к моменту заключения брака. Есть что терять, если что. Есть что терять, да. Тогда это все происходит. И второй момент, когда у нас люди обращаются, когда им нужно по-быстренькому, вот они, так сказать, хотят что-нибудь, как-нибудь так сделать, что вот им надо зачем-то развестись. Тогда тоже вот обращаются, что давайте мы типа того, что брачный договор же можно заключить в браке, пока ты не расторг его. Поэтому вот разные бывают ситуации. Такие деловые, скорее, моменты. Ну, опять, если мы с вами вернемся, а какой в процент тех, которые заключают договор, он ничтожно мал. Знаете почему? Да. Ну, не важно, до брака, в период, какая разница. Знаете почему? Почему? Потому что, как это так? Это чё ж, я не верю, что ли, да, выхожу замуж и не верю, что ли? Или я чё ж, женюсь и не верю, я вот сразу там точки на дыр расставляю. Вот это вот наше население. И ещё одна группа, которую мы с вами сегодня не затронули, это, знаете, это когда наследство, завещание. Ой, нет, это что ж, я умирать, что ли, собираюсь? Ой, да. Ой, 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 это чё же там, не умирать, что ли? Мне кажется, тема наследства вообще в нашей стране нет её ещё. Просто. Да? Да. То есть это просто светлые умы, скажу я вам, которые идут и действительно при жизни, чтобы никого не обидеть, там, своим решением, там, силой воли. Они распоряжаются своим, там, условно, имуществом. В каком возрасте в Европе пишут? Да, в любом возрасте, слушайте, 18 лет исполнилось, пошёл, написал там завещание. Сразу, Виктория, куда пойти? К нотариусу, только к нотариусу. Это к нотариусу? Это только к нотариусу, конечно, да. А брачный договор? А брачный договор, ты можешь прийти к адвокату, адвокат тебе поможет составить, если уж он у тебя какой-то с какими-нибудь оговорочками. А так у любого нотариуса тоже есть, пожалуйста, такая, знаете, как это? Форма? Форма уже написанная, ты только вставляешь туда, что у тебя там есть из-за мущества. Пунктики, а вот что касается оговорочек, потому что на Западе можно измены прописать всё, а у нас говорят нет. Нельзя. Кстати, на Западе большой процент вот этих договоров? Да-то все это делают, Роман, конечно, это вот наша штука вот. Очень большой, и они без этого не могут, и там, слушайте, мне приходилось, потому что у меня очень много трансграничных дел, у меня очень много дел в производстве. А поясните для блондинок? Для блондинок, поясняю, это когда у тебя в России процесс, и, например, в Америке, и, например, в Монако, и, например, в Италии, и, например, во Франции, и, например, в Германии, в Австрии. И вот этого у меня много в моих делах. И поэтому приходится читать вот такие вот огромные совершенно талмуды вот этих вот брачных договоров. Чего же они там такое записывают? Чего только не записывают. Вот из серии, что вы спрашиваете. А если он улыбнулся, а два раза моргнул, а три раза посмотрел в другую сторону, то... Полдома моя. Да. Если посмотрел с улыбкой на соседку, то всё, машина переходит. Хана соседке, извиняюсь. А почему у нас нельзя такие штуки прописывать, а? Ну, потому что у нас нету нормы права, которая позволяет... То есть для нас с вами, когда мы идём, например, расторгать брак, нам всё равно суду безразлично, изменил он вам или не изменил он вам. От этого вам половина дома, скажем так, всё равно перейдёт половина, а не там четыре пятых. У нас моральный ущерб не работает, что ли? Совершенно верно. У нас моральный вред и так-то не действует, слушайте, при ущербе. А мы хотим... В общем, нам есть куда расти, дорогие друзья. Давайте всё осознаем и послушаем, посмотрим хорошую песню. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Адвокат Виктория Данильченко в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Говорим мы сегодня о серьёзных жизненных вещах. Вот хотелось бы мне спросить про гражданский брак в России. Вот вообще есть он права, обязанности, вот этого? Это потому что сейчас тоже, вот мы с вами, видите, прям как прошлись по всем модным темам. Тренды, тренды. Да. Это прям сейчас... А сейчас же их хотят узаконить. Конечно, конечно. Но только не задумываются о последствиях. Так-то здорово всё узаконить. Красиво. Красиво невозможно. Но только последствий никто не знает. Они самые, к сожалению, неблагоприятные. А гражданский брак... Ну, не хочется тут прям совсем вас пугать серьёзными терминами. Скажите, как есть, Виктория. Лучше на берегу всё понисти. А гражданский брак... А Рома семьянин, его вообще ничем не напугает. Нет, 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 тут же не в этом дело. А гражданский брак – это брак, который зарегистрированный. Это правильный брак. А у нас уже повелось называть гражданским браком, когда просто люди живут в незарегистрированном браке. Прав никаких, брак этот есть, по закону его нет. 20 лет ты прожил гражданским браком, кто-то, извините, умер. Ничего не получилось. Ты пришёл и говоришь, а я наследник. А тебе говорят, отдыхай, дорогой товарищ, потому что нет. Вот это большая беда. Но скажу вам, что не большая беда, не меньшая будет беда узаконить гражданский брак до того момента, пока не подвести все законы, которые от этого будут вытекать. А это будет и наследство, это будет и раздел имущества, это будут дети. Да, это, конечно, очень-очень сложно. Вот так вот просто сказать, а давайте-ка с 5 марта узаконим гражданский брак. Ну, давайте-ка. Ну, вы знаете, мне кажется, это как-то, мне так кажется, унизительно для женщины. То есть я вот так на тебе жениться не хочу, но в это воскресенье я предлагаю наш брак, так, брачок, так вот, так вот под узаконит слегка. Ну, чтобы хоть какие-то у тебя права были. Это полубрак или что-то? Да, а то и вообще, или у меня, может, какие-то права. А может, у меня будут какие-то права, да. И вы знаете, ну, я не хочу говорить по поводу Москвы, всё-таки здесь так народ-то более-менее продвинутый. А вот то, что касается регионов, то, что касается, ну, там, я не знаю, сёл, деревень, там, слушайте, ну, они не женятся там, они живут. А почему? Ну, а чего нормально, какая разница? Так и не скоротаем, понимаете? А потом, ну, ничего, ну, никто не задумывается. И искренне задают вопрос. Да подождите, да я ж к нему пришла, да я ж там перепахала ему, там, я не знаю, весь участок. А можно как-то доказать, что вот люди сам... Нет, нет. А в Европе можно. Да. Ну, и то не везде. Где-то можно, где-то тоже нет. А почему? Законодательной базы нет или... Законодательной базы нету, да. Мы признаём только брак, который заключён, безусловно, в ЗАГСе, да, в органах ЗАГС. И другого мы не признаём. А сейчас кажется, что, ну и что, что ты скажешь, что гражданский брак, он тоже будет признаваться. С какого момента он будет признаваться? Кто этот момент будет признавать? Да, кто установит, что именно в этот момент... Соседи, вот где-то писали, должны быть подтвердить. Да, соседи, знакомые, друзья, люди на улице. Ну, слушайте, ну это правда. В общем, необходимо серьёзнее относиться к документам. Очень, очень. Нет, вот если говорить серьёзно, да, да. Лучше не надо жить гражданским браком. Я понимаю, там, молодёжь, которая сама себя не обеспечивает, а живут там, например, на обеспечении своих родителей. И у которой ничего ещё пока нет. Совершенно верно. Ну ладно, пусть они там поживут, присмотрятся с этой точки зрения. Да, да, да. Но как только что-то загремело в виде ключей от квартиры, вот, слушайте, просто... Парам-парам-пам. Да, да. Значит, в ЗАГС потом брачный договор. Всё-таки брачный договор, а потом наследство, а потом завещание. Ну вот и жизнь, вот и пожили. И всё-таки подписываем им брачный договор или нет? Вы знаете, я думаю, опять же, в цивилизованном мире больше, да. Больше, да. Больше, да. И тишина такая, все так молча закивали головой. Кивнули головой, да. Всё-таки больше, да, безусловно. А вот скажите, например, что касается... Вот понятно, что у нас сейчас разводы, дети делят всё. А европейцы, они как-то по-другому к этому подходят? Да ну почему по-другому? Слушайте, так же европейцы к этому подходят. Просто право немножечко другое и менталитет немножечко другой. И они не думают, что завещание написать, это значит, ты там умирать собрался. И они не думают, что подписать брачный договор, это кто-то кому-то не доверяет. Этого нет. Просто вот с молоком матери этого нет. Поэтому как можно сравнить их подход, а их этому учат с первых дней там? Это нормально. Ну, во-первых, они же очень долго готовятся к браку, правильно, подкапливают. Они же не женятся в 18 лет, как мы. Осознанно подходят. Осознанно, конечно. Они осознанно рожают детей, они осознанно подходят к браку. И в общем и целом, ну нет у них вот этой вот системы, там, кого-то забрать, кого-то увезти, кого-то перевезти. Этим грешим-то в основном, в общем и целом, мы, когда у нас вот те самые трансграничные браки, быстренько оттуда ребёнка в охапку и быстро сюда. А тот там начинает бороться. Потом она персона нон-грата для этой страны. Сколько таких? Да полно, миллион случаев разных совершенно женщин, мужчин. Всякое бывает. В общем, что с нашими мужьями, что с заграничными, надо договариваться. Ой, не то слово. Заканчивается, к сожалению, наш эфир потихонечку. Просто огромное вам спасибо. Спасибо вам. С таким позитивом о таких сложных делах мы сегодня с вами поговорили. Можно вот коротко какое-то напутствие пожелания нашим телезрителям? Вы знаете, коротко я скажу только одно. Вот нужно заканчивать быть, знаете, безграмотными дураками. Всё открыто, абсолютно открыто, абсолютно доступно. И если вам надоело, что вас обманывают кругом, что вы что-то не знаете, всегда идите к грамотному адвокату и не занимайтесь ерундой, не читайте никакой интернет, где разные форумы, где такие же, как вы, пишут и сочиняют. В общем, поменьше Инстаграма, побольше настоящих профессионалов, таких как Виктория Данильченко. Спасибо вам. Сделайте шаг в цивилизацию. Виктория, большое спасибо. Спасибо вам большое, что пригласили. Ждем еще обязательно. Пока. Пока-пока.